Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь, Простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 21 июля. День Прокопа. Назван в честь святого великомученика Прокопия. Он отличался быстрой сообразительностью. Будучи отдан матерью эллинским учителям, скоро прошел все светские науки. В дальнейшем император сделал его воеводою и послал с войском в египетский город Александрию, чтобы там гнать, мучить и избивать христиан. Когда он шел на это дело, в воздухе появился крест блестящий, как хрусталь. Из креста послышался голос. От этого чуда Прокопий изменил свою веру. На Прокопия начинали жатву, потому и прозвали его жатвенником. Люди в течение всего этого дня находились в полях, убирая рожь. В этот день почитали икону Казанскую Божью Матерь. А произошло это так. От Раковицы Матроне явилась во сне Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где находится их дом, скрыта в земле ее икона. И повелела объявить о всем духовным и мирским властям в городе. Видение сие не один раз повторилось. Матрона поведала о всем матери, но та проигнорировала. Затем девочка увидела икону Богоматери в огненных лучах и услышала страшный голос. «Если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». Стали копать в обозначенном месте, но ничего не находили. И только когда стала копать сама девочка Матрона, показалась икона. А Иоанн Грозный повелел построить храм и поместить туда дивную икону. Крестьяне верили, что сегодня на полях можно встретить камаху. Некое насекомое, которое свивается в клубок и катается по земле. Когда под ноги попадается этот клубок, то для него будет благополучный год. Многие в этот день шли на поиски камахи. С этого дня собирали чернику. Ее ягоды считали обладающими многими полезными свойствами. Особенно полезна черника для поддержания хорошего зрения, лечения ревматизма, болезнях пищеварения, подагри и иных. Приметы. Если в июле жарко, в декабре будет морозно. Если утром туман и обильна роса, день будет ясным. И если нет росы, к дождю. Глухой гром, к дождику, огулки, к ливню. А какой предпочтительный? Красный, зеленый? Лучше всего зеленый. Потому что зеленый зимой больше всего сохраняет биологически активное пищеварение. Отлично. Кстати, вы знаете, вот этот салат, это прям для меня. Почему? Ну, потому что я мясо не кушаю, а вот именно вот такая вот растительная пища, такого здорового, в здоровом своем состоянии, это прямо то, что мне нужно. Я уже даже предвкушаю, как это будет вкусно. Множечко у вас есть, это очень хорошо. Потому что здесь, как мы говорили, содержатся аминокислоты, которые нужны нашему организму. Если человек мало употребляет мяса, то они будут в какой-то степени его дополнять. И самое важное, потихонечку не порезаться. Да, кстати, мы еще вот такое, вот смотрите, что... Вы сейчас скажете, что это надо кушать. Да, оказывается, оказывается, смотрите, что это... Нет, я знаю, что там калий много в семечках. Она всего-то выбрасывает. Ну, это для программы, а дома я семечку скушаю обязательно. В семечках содержится масса полезных веществ, и червячок в первую очередь седает семечко. У меня вот это остается все время от яблока, вы знаете, дома. Ну, здесь-то я не дома. Нарезаем так. Ну, я подержу вас. Теперь я нарезаю листья сердерея. Вот. Так, есть. А, какой дух идет, кстати. Мы опять же натираем на крупной терке, да, яблока? Можно натирить, да, действительно, на крупной терке. Вместе с кожурой. Лучше всего с кожурой, потому что в кожуре содержатся еще микроэлементы. И мы думаем, что полезна самая мякоть. Нет, на самом деле больше всего пользы это в кожуре и в косточках. Ну, а вот какие сейчас могут быть яблоки, вот скажите? Во-первых, уже, да, как они хранятся зима? Выбирайте наши семеринку, зелененькие яблочки, потому что они самые полезные, самые нужные. А те, которые привезены из-за границы, конечно, их лучше всего не выбирать. Натираем, да? Молодец. Но возвращаясь к сельдерию, что я могу еще сказать про него? Сельдерия обладает успокаивающим действием, кстати. Да вы что? Да, после конферта. Никогда бы не подумала. Вот, а он, оказывается, обладает успокаивающим действием. А как же, а, ну смотри, какая часть, наверное, потому что если здесь эфирные масла, он, наоборот, должен... Нет, он будет все и зеленые части растения обладать успокаивающим действием, и поэтому его можно использовать для лечения различных нервных расстройств, возбуждений. Очень хорошо сельдерей включать в меню с сахарным диабетом. Помимо этого, он улучшает еще водно-солевой обмен. Хватит чистить. Хватит? Я прям так увлеклась. Много, наверное, да? Поэтому особенно рекомендуют его пожилым людям. Вот, да. И, кстати, яблочко, действительно, яблочко, как сладкая часть, его должно быть побольше. Плюс здесь содержится и железо биологически активное. Поэтому такой салатик будет еще способствовать и к ретворению. А красота-то какая? Вот, красная, рыжая, зеленая. Все это действительно поднимает настроение. У нас уже получилась основа нашего салата, и теперь можно к нему приготовить тот или иной соус. Но сначала давайте попробуем. А стоит ли это делать и какой соус в случае сладкий или там, допустим, какой-то там горький или еще? Ну что? Ну можно какой-то пикантности такой немножко добавить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.